Так, ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодняшнее видео будет не очень веселым. Я хочу рассказать об обстановке в Америке, карантин, коронавирус, в штат Флорида, именно рассказать, что сейчас происходит здесь, в штате Флорида и, в общем, в Америке, по всей Америке. Извините заранее, что я пропала с YouTube-канала на долгое время. Обещаю вам в следующем ролике рассказать подробно причину моего такого долгого отсутствия. Поверьте, это была очень весомая причина. Вы дождитесь второго ролика. Никто не ожидал, что такое вообще возможно, что такое может произойти в мире, может быть, только в каких-то фантастических фильмах, но не на самом деле, не в современном мире, когда все технологии, да, в принципе, доступны. Как бы медицина очень-очень продвинутая, и нет, бах, такой поворот событий, о котором никто даже не мог подозревать. Началось все в Китае, затем в Японии, но, слава богу, у меня родители просто живут в Японии, кто не знает, в Японии очень быстро все это прекратили, потому что остров как бы небольшой, они сразу закрыли международные рейсы, туристы перестали влетать, быстро всех по домам, карантин, отменили школы, почистились, и теперь все у них в порядке. Например, в городе, в котором живет моя мама, город Таяма, там ни одного случая вообще заражения. И в Канадзаве, в другом городе, где учится мой брат, тоже ни одного случая заражения. И они сейчас опять возобновили учебный процесс, ходят в школу, но отменили Олимпиаду. Олимпийские игры, летние Олимпийские игры, которые должны были пройти в Токио, но их отменили в связи с коронавирусом, потому что японцы не хотят повторного заражения, повторной вспышки, так как весь мир начнет приезжать, влетать. Они этого не хотят и перенесли на следующий год, правильно сделали. И живут сейчас в маленьком своем мирке. Также до сих пор нельзя туристам влетать, как я знаю, только по бизнесу. Если у вас бизнес в Японии, бизнес визу, да, их одобряют. И то говорят, что якобы, если вы влетаете, у вас будет все равно карантин две недели. Так что какой смысл? Вот. А теперь что происходит в Америке? Когда началось, примерно месяц назад начались первые случаи в США, но это было как-то так все тихо, медленно. И по новостям каждый день разговорили про этот вирус, и президент выступал. Но особого значения никто не передавал. Он всегда всех успокаивал, говорил, что в принципе все пройдет, все нормально у нас, ничего не будет. В общем, как бы там всего лишь один человек в Китае, все нормально. И потом дальше больше, да, там неделя-две, самые страшные вспышки. Огромное количество сейчас заболевших это в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, в Новом Орлеане и где еще? В Вашингтоне, я знаю, и еще где-то. Вот. Во Флориде около трех с половиной тысяч заболевших. Самое большое количество это в Нью-Йорке. Там вообще просто кошмар. Я вчера переписывалась с друзьями из Нью-Йорка, которые реально там живут. Они говорят, что это все не шутки, действительно все закрыто. Люди боятся с друг другом общаться, просто даже здороваться. Проходят мимо, если кто-то куда-то вышел в магазин, а так на улицах вообще не встретишь людей. Действительно, как будто конец света, все черное, серое. Люди умирают в больницах. Огромное количество зараженных. Нет масок, нет аппаратов, которые помогают вентиляции легких. Вот такая страшная ситуация. Я видела один ролик медсестры, которая из Нью-Йорка, она по-русски разговаривала. Она говорила, что, боже, люди сидите дома, не выходите, потому что дело не в том, что там все заболеют. По-любому, в принципе, все заболеют. Так как это как ОРВИ, как грипп. Просто не хватает мест в палатах, чтобы обеспечить человеку все необходимое, чтобы спасти жизнь, если есть тяжелый случай. Очень часто тяжелый именно случай, тяжело проходит болезнь, а люди не могут дышать. И она говорит, сидите просто дома, потому что когда тех вылечат, потом начнем лечить вас, тех, кто дома, начнет уже гулять. Как бы тоже, в принципе, должны заболеть. Такие прогнозы, я надеюсь, что такого не произойдет, и все, кто не болеет и не болел, и не будет так и болеть, как бы все это исчезнет, быстро всех почистят, прививки найдут. Хотя были прогнозы в США, что год-полтора нужно на то, чтобы нашли вакцину. И вот прямо сейчас я при вас открою статистику по коронавирусу. В Америке сейчас 164 тысячи кейсов. Кейсы, это значит случаи. 3173 смерти. Сегодня только 515 новых случаев заражения. Мы в Америке лидирующее место. Во Флориде, еще раз повторю, 3,5 тысячи случаев. Началось примерно месяц назад, закрыли школы, закрыли бары, рестораны, закрыли молы, спортзалы. Конечно, не в один день это все длилось в течение нескольких недель. Люди не хотели верить в это, сопротивлялись. До сих пор, я хочу сказать, продолжают ходить в некоторые бары. Они у нас открыты на улице на самовывоз. То есть люди приходят, там даже бары работают на самовывоз. То есть вам могут налить коктейль, алкогольный, пластиковый бокал. И вы можете его взять, вывезти с собой. Но люди этого не делают. Они просто берут эти бокалы и встают на улице возле этого бара. Типа соблюдая дистанцию, но все равно собираются группы людей. И все тусуются, все равно тусуются, стоят, потому что не понимают. Мы этого не делаем. Мы уже как 3 недели сидим в доме. Единственное, что мы выходим на лодки. Но, опять же, лодка, как бы это наше личное пространство. Мы не переходим на другие лодки к другим людям. Мы только на своей лодке, только близкие. Мы, в принципе, не контактируем, мы никого не трогаем. Мы ни с кем близко не общаемся. То есть мы просто на своей лодочке иногда выходим на выходные. Да, но мы видим часто, когда приближаемся к пляжам, что люди прям не слушаются, не соблюдают. Собираются на каких-то огромных лодках. То есть сонка целая, там 50 человек. Все с друг другом трутся и до сих пор продолжают вечеринки. Но сейчас очень строго за этим следят. Если раньше, неделю назад это можно было еще делать, то сейчас нет. Прям полиция очень проверяет тщательно. Каждые там 5 минут проезжают определенные пляжи, проходят на лодке и строго соблюдают карантин. Например, на прошлых выходных ввели новые правила насчет лодок. Между каждой лодкой 15 метров дистанция должна быть и не более 10 человек на одной лодке. Опять же, 10 человек на одной лодке это очень много. Мы как бы, нас всего 4 человека обычно, 5 может быть, там плюс-минус дети. Но опять же, мы все в доме. Еще одна не очень веселая новость. Примерно пару дней назад по новостям спрогнозировали, что в Америке умрут до 100 тысяч человек. От этого вируса, конечно, не весело. И в связи с этим Трамп объявил еще карантин плюс 30 дней. Якобы, по его словам, все должно разрешиться до 1 июня в США. Но не факт, что до 1 июня все разрешится. Школы уже отменили, все до лета. Дети учатся дистанционно. И онлайн у них специальные приложения, они обучаются. И очень прикольно здесь, во Флориде, детям, именно кто elementary school, им раздают бесплатно еду. Примерно вот в нашем районе, 8 школ, вы можете подъехать там расписание, определенные часы. И какая школа ближе к вашему дому, вы берете машину, берете ребенка. Обязательно, чтобы ребенок присутствовал вместе с вами, чтобы видели, что вы не для себя берете. И прямо вам через окно просовывают вот такой огромный пакет с завтраком, ланчем и со снэками. Как бы ребенку на день хватает. Это все бесплатно, это каждый день. А также можно подъехать к автобусной остановке, когда, ну, как обычно, ребенок каждый день уезжал в школу. И также утром рано раздают эти пакеты. Тоже очень интересно. А также объявили по новостям, что каждому человеку, кто платил налоги в прошлом году и находится до сих пор в Америке, если человек зарабатывал до 75 тысяч в год, ему правительство выделит чек на сумму 1000 долларов. И плюс дополнительно на ребенка, если ребенок есть в семье, там примерно 300 или 500 долларов. Никто не знает, как часто это все будет выделяться, но, по крайней мере, уже какая-то помощь. Я знаю, что еще помощь малому бизнесу, там, по 10 тысяч долларов выдают. В принципе, как бы стараются помогать. И печатают деньги, я знаю, сейчас обвалится экономика. В общем, страшно скупают все акции авиакомпаний американских, Delta, America Airlines и так далее. Скупают все возможные акции. В общем, сейчас рынок вот так вот просто, вот так. И кто в этом разбирается, они навариваются очень круто, кстати. Например, в магазинах, в дешевых магазинах практически все раскуплено. Ввели лимиты, вы не можете там больше одного продукта. Например, больше одного пакета мяса. Если пакет мяса, один только вы можете купить, а не 10, как это американцы любят делать. От паники, они просто скупают все. Это и произошло в дешевых магазинах. Волмарт, Сэмс Клаб, просто пустые прилавки. И везде написано лимит, лимит, лимит. Один пакет. Туалетную бумагу вы не купите, санитайзеры вы не купите, маски не купите. Туалетную бумагу единственное можно иногда встретить в пабликсе. И, кстати, пабликс единственный такой магазин. Хороший, да, он же дорогой. Где можно найти вот сейчас все, в принципе. Кроме санитайзера и каких-то дезинфицирующих салфеток и гелей и так далее. В магазин можно выезжать. Можно по пляжу гулять. Но соблюдать дистанцию 2 метра друг от друга. И нельзя собираться больше 2 человек на пляже. Если 2 человека гуляют, а друг друга 2 метра. Говорят, сейчас уже штрафуют. Если на улицу выходят после 9 вечера в Тампе. Не знаю, как именно вот здесь, в нашем районе. Но по-любому люди не гуляют. Я знаю все равно. Я смотрю на наших соседей. Они собираются у себя в доме с друзьями в джакузи и так далее. Люди до сих пор не понимают всей серьезности. Конечно же, хочется пожелать всем здоровья. Берегите себя и своих близких. Все-таки сидите дома, а никуда не выходите. Как бы это грустно ни звучало, найдите чем заниматься. Например, чем можно заниматься на карантине. Читать книги, слушать аудиокниги. Развиваться. Занимайтесь саморазвитием. Для меня сейчас такое время осознанности, когда ты вообще не понимаешь, что происходит в мире. И никто не знает, что будет дальше. Что будет дальше после того, когда карантин закончится. И что будет с людьми, что будет вообще с экономикой. Столько разных прогнозов. Лучше ничего этого не читать в интернете, потому что что только не придумывают люди. И начиная от того, как это все появилось, заканчивая, чем это все закончится. Просто страшные, ужасные истории. Лучше ничего не читать, не смотреть. Радоваться настоящему, жить в настоящем. Найти себе развлечения. Куча сейчас онлайн разных уроков. В ютюбе бесплатных куча разных уроков. Можете начать языки учить, выполнять фитнес-упражнения. Отличный способ сейчас, кстати, добиться каких-то результатов в фигуре. Справиться с лишним весом. Кто сходил за мной в инстаграм, мы сделали челлендж. Корона-планка. То есть мы выполняем планку каждый день. Я делаю минуту в день. Если могу больше, делаю больше. Иногда по несколько подходов. Девчонки меня отмечают в инстаграме, в сторис. Я к себе в сторис тоже все это выкладываю. Можете найти мою ссылку на инстаграм в описании под этим видео. Еще расскажите, пожалуйста, в комментариях, из какой вы страны. И какая ситуация в вашей стране происходит. Что происходит сейчас у вас. Какие прогнозы. Как спасаться. Как лечиться. И так далее. Может быть, кто-то кому-то поможет. Я опять же желаю всем здоровья, счастья. В следующем видео я расскажу, где же я так долго пропадала. Что со мной было. И очень по вам всем скучаю. Искренне люблю. Целую. Рада, что я вернулась на YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok